Взятки, откаты, превышение должностных полномочий, коррупция, растраты, налоговые преступления. Все эти дела находятся в ведении отдела экономической безопасности. Материалы попадают к сотрудникам разными способами. В первую очередь это, безусловно, заявления граждан, которые к нам попадают в рамках регистрации этих сообщений либо заявлений в книге учета сообщений о преступлениях и происшествиях. Но основной пласт деятельности, которым занимается служба экономической безопасности, она связана с оперативной работой, безусловно, это работа с так называемым спецаппаратом, работа с агентурой, проведение инициативных мероприятий, которые связаны с выявлением хищений в той или иной сфере. За 2022 год отдел экономической безопасности выявил 19 преступлений в крупном, а особо крупном размерах. В первую очередь они касались сферы обороны промышленного комплекса, финансово-кредитной системы и жилищно-коммунального хозяйства. За последние несколько лет, начиная с 2020 года, это преступления, которые связаны с хищением денежных средств, предназначенных для капитального ремонта, которые можно приравнять, на мой взгляд, к бюджетным денежным средствам, поскольку это деньги жителей, которые с большим трудом для многих достаются. Часть этих дел уже направили в суд. Уголовные дела в сфере ЖКХ еще раз следуются. В отделе экономической безопасности работают семь человек. Самый молодой сотрудник Александр присоединился к коллективу два месяца назад, пока он проходит стажировку. Сейчас все мои обязанности – это помощь с документами, получается, помощь в осуществлении ОРД. На своем выборе не пожалел. Коллектив прекрасный. Как я и планировал, загруженность есть, но умеренная. Как мне нравится эта экономическая сфера, то мне все интересно. Сотрудники ветераны органов внутренних дел России, те, кто по долгу службы ведут борьбу с экономической преступностью, в марте отмечают свой профессиональный праздник. В этом году исполнилось 86 лет со дня образования подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24. Продолжение следует...